друзья мои всем привет ну что опять у нас опять у нас на улице какой-то не настя на всю неделю обещает дожди не погода там кота штормовое предупреждение так далее и тому подобное я к чему-то веду ребят не надо выговаривать смотреть машину в дождь я на себя такую ответственность не беру в дождь машины не осматриваются вот ладно сегодня у меня есть машина на отправку несколько из этих автомобилей я вам покажу ну и посмотрим что будет по погоде возможно покажу цены на авторынки зеленый угол актуальные цены на сегодняшний день но скорее всего не на сегодня сегодня у нас так я уже с этой работой что-то запутался в днях если честно сегодня у нас сегодня у нас четверг 14 июля видео скорее всего выйдет завтра в пятницу 15 июля поехали итак первый автомобиль которые сегодня буду забирать это у нас subaru lework значит здесь какая ситуация у нас с переводом денег есть такие продавцы которым которым нужно именно наличка обижаться на них не надо это действительно так все боятся переводов за этот автомобиль переводили деньги мне кстати ребят деньги я за автомобили больше врать не буду ни под какими предлогами ни под какими условиями это был крайне автомобиль в общем подписчик перевел мне деньги деньги за автомобиль я снял с продавцом рассчитался все жду по жду продавца немного расскажу про данный автомобиль и посмотрим что он стоит что у нас продается именно на вот это вот стоянки я вам хочу напомнить то что я занимаюсь подбором автомобилей вы можете заказать поиск автомобиля под ключ допустим вы хотите себе ну допустим делику до 5 до я пересла обозначили с вами бюджет состояние цвет комплектацию я пересмотрю абсолютно все делики которые стоят на вторинке зеленый угол ребят внимание именно на авторынке зеленый угол не в артеме не в уссурийске не где-то там по городу на стоянках а именно на рынке из них я выберу самый лучший автомобиль либо допустим штучный осмотр автомобиля как вот с данным ли орган подписчик скинул мне изначально вот этот автомобиль мы его проверили он больный я уже не помню по-моему 4 балла пробег в районе 100 тысяч один крашен элемент и кстати что касается несоответствия аукционных листов аукционный лист обязательно покажу но он и здесь идет небольшой несоответствие по аукциону автомобиль чистый по факту него крашеный крашен один элемент в итоге мы сошлись на том то что нужно проверить еще один автомобиль да и уже как бы между двумя автомобилями между двумя автомобилями выбрать выбрали данный автомобиль штучная проверка проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей также ребят третий вариант если вы допустим хотите побывать у нас городе владивосток вообще посетить приморский край вы приезжаете сюда во владивосток мы с вами встречаемся здесь на автомобильном рынке зеленый угол кстати нахожусь на площадке это самая самая верхняя площадка не каждый знает то что она есть вот и не каждый да да это площадке доходит а здесь посмотрите посмотрите сколько здесь стоит автомобилей и как бы вот там еще идет ямка и пригорочек наверх там тоже автомобилей очень много находится эта площадка ну примерно я думаю уже понимаете да по картинке вон он центральный въезд на авторынок зеленый угол ну и примерно примерно находимся вот здесь значит вы приезжаете мы с вами встречаемся здесь на авторынке зеленый угол идем по всему рынку смотрим все автомобили не все автомобили которые вам понравятся мы с вами останавливаемся на какой-то марки автомобиля но в любом случае когда вы приезжаете за автомобилем вы уже знаете что вы хотите купить то есть у нас с вами не получится так то что я хочу либо wish либо forester либо краун до такого не будет хотите кроссовер будем смотреть кроссоверы хотите минивены будем смотреть минивены хотите микроавтобус будем смотреть микроавтобус и кстати вот о чем я говорю на вот вниз вот здесь машины стоят и вон там еще наверху кстати вот буквально пару дней назад step stay 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 был хороший но видимо и его уже купили значит такой проход по рынку стоит 10 тысяч рублей еще раз напоминаю по ценникам осмотр одного автомобиля стоит 2000 рублей поиск машины под ключ стоит 15 тысяч рублей пройти по рынку выбрать автомобиль стоит 10 тысяч рублей сопровождения сделки стоит 5000 рублей что такое сопровождении сделки это процесс перевода денег продавцу оформление всех документов перегон автомобиля в транспортную компанию в поиск автомобиля подключить сопровождение сделки сопровождение сделки уже у нас включена и еще я работаю один никаких дублеров у меня нет на телефонные звонки отвечают только я пока жду продавца хотел поснимать вам цену но не тут то было тут то было есть такие автомобили есть такие продавцы где не указана цена то есть прошел вот эти машины цен здесь нету вот как раз подъезжает подъезжает уже и продавец значит при у семнадцатый год 18 1 миллион триста пятьдесят тысяч spike 12 год полтора литра 750 spike 12 год полторашка 700 сирена 1 миллион триста восемьдесят тысяч рожь двенадцатый год 38000 пробег миллион двести двадцать что это у нас д венгрова до восемнадцатый год полтора литра тридцать восемь тысяч пробег 610 тысяч рублей эсквайр 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей и хайс 2 миллиона семьдесят тысяч дизель пятнадцатый год четыре воды итак автомобиль я забрал это subaru lework автомобиль 2015 2015 года выпуска стоимость автомобиля 1 миллион триста триста двадцать пять тысяч рублей ну и собственно ребят о чем я говорил да по части несоответствия аукционного листа сейчас вам это покажу и немного расскажу про автомобиль и так данный аукционный лист он настоящий он пробивается у нас по статистике как видите кузовщина так чтобы вам не соврать до кузовщина здесь идет у нас целая ну что ж видео не получилось косяк мой мой толщиномер остался у меня в автомобиле поэтому не покажу но опять же если мне не изменяет память здесь крашен у нас один элемент по моему какое-то крыло шпаклевки никакой нет и так автомобили это у нас turbo оппозитный двигатель 170 лошадиных сил динамика двигателя ну вообще в принципе сравнимо даст атмосфер ником с 2 5 атмосфер ником все это благодаря прямого впрыску топлива боксер щуп subaru subaru раньше пихали знаете как-то все подряд сейчас принципе осталось даже место то есть если что-то ремонтировать есть есть доступ к автомобилю к двигателю коробкой передач здесь устанавливается subaru sky фирменная line tronic значит с данным автомобилем сейчас ставим в транспортную компанию обслуживать его мы не будем просто докупим сюда масло фильтра масло фильтра и по моему здесь еще нам нужно будет докупить резину значит внешний вид фары линзы повторители бесключевой доступ омыватели фар есть туманки как битый идет ноздря да это для охлаждения турбины естественно установлены ветровики есть плавник задний дворник задняя метла камера заднего вида тоже здесь у нас есть багажное отделение есть полка поделено на вот две вот такие вот закрывашки здесь у нас сеточка второе сиденье можно сложить путем нажатия кнопки кстати 30 на 70 да и смотрите обратите внимание у нас получается с вами ровный пол для кого-то это важно для кого-то нет но я конечно же ровный пол то есть допустим форик у меня практически ровный пол но спать там неудобно поверьте чистейший салон все чисто приятно у нас аккуратно также можно сложить и отсюда навралом не сложить отрегулировать то есть спинка на регулируется в двух положениях второго ряда сидений так значит что мы имеем сзади сзади мы имеем 2 usb входа кармашки подсветка ручки автоматический стеклоподъемник тканевая вставка пластик вот такое поприятнее чем в какой-нибудь ноте либо аксио по месту по месту я залазить сюда не буду если водительское сидение будет отодвинута до конца у меня будут упираться коленки врать не буду говорю говорю как есть далее значит здесь у нас идет управление четырьмя стеклоподъемниками складывание зеркал регулировка зеркал здесь идет электропривод сидений вот такая вот серенькая строчка прошита приятный материал на ощупь ковриков как видите нет кнопка запуска двигателя регулировка подсветки антиюз кожаный руль управление меню имеются у нас лепестки ходовые огни розетка 12 вольт здесь идет тоже 2 usb входа электронный ручник закрывашка такая ну тоже приятно кому-то вот не нравится вот тогда кстати здесь она убирается вот таким вот образом как-то поприятнее будет сюда сюда можно положить не знаю что сюда можно положить вот бардачок там у нас тоже есть розетка на 12 вольт бардачок соли подлокотник у нас ездит вперед назад это тоже очень очень удобно солнцезащитные козырьки подсветка отключения вот эти глаз это система безопасности стереокамеры камеры при столкновении адаптивный круиз-контроль то есть вообще в принципе что это такое да полноценная система работает по крайней мере я встречал только на subaru сейчас много где устанавливаются эти камеры много где устанавливаются эти датчики но так как езжу на subaru постоянно я знаю я уверена сто процентов то что она работает то есть смысл ее работа допустим адаптивный круиз-контроль выставили скорость там 100 километров в час выставили дистанцию здесь можно выставить дистанцию три режима и поехали стереокамеры видят впереди едущий автомобиль машина сама притормаживает как только препятствие пропадает машина набирает заданную скорость далее едем где-то по городу перед вами выбегает пешеход машина сама в прямом смысле слова она останавливается то есть машина затормозит вы прям почувствуете как педаль когда как педалька она уйдет в пол это реальная тема которая работает но не всегда она полезна не всегда допустим вы стоите где-то на светофоре да не на светофоре а вот там конь кольцевое движение опять же я сужу по себе да потому что я это знаю и вот ну надо вам на газ нажать до чтобы проскочить и машина подтупливает то есть грубо говоря стоите перед кольцом по кольцу машина проехал вы хотите проскочить перед следующей стереокамеры видят еще автомобиль который уже проскочил как ты сегодня быстро я договорю и тем самым ну вы не можете резко резко сдвинуться с места система это она отключается далее значит что я хотел еще здесь сказать климат-контроль двойной бардачок птс идет электронная кожаная вставка по месту по месту место для водителя довольно много несмотря то что это универсал да там как седан посадка нифига не низко то есть во первых я поднял сидушку сейчас докона не двору ребят вот сейчас я поднял сидушку до конца до самого верха я чувствую габариты я вижу габариты автомобиля единственное единственное вот по потолку до сравнимо вот с альфой как такой вот ну низковатый потолок идет на мой взгляд дальше значит пробег на автомобиле сто четыре тысячи здесь все стандартно 180 обороты 8000 управление вот этим компьютером идет вот с этой вот кнопки управления вот этими идет идет отсюда по управляемости на дальние расстояния на леворге я не ездил вот по городу я на нем катался великолепно мне очень очень нравится единственно что мне не нравится это вот этот вот звук не пристегнутого ремня безопасности он были настолько нудный но если взять forester до дори styling там 13 14 15 год там болим просто жесть здесь еще более-менее и дождь у нас сегодня то идет то не идет вот судя по небу судя по небу ожидается что-то такое вот серьезно ладно сейчас ставим данный автомобиль в транспортную компанию забираю следующий автомобиль его нужно будет обслужить обслужить ну и сюда будем докупать масла и фильтра друзья следующий автомобиль который я сегодня забираю это subaru самбар в принципе это то же самое что и хайджет 07 автомобиль 44 воды ну конечно внешний вид у него изменился да именно у рестайлинга у у свежего кузова довольно высокий кузов боковые двери как видите у нас будут раздвижны такой рабочий рабочая небольшая лошадка все это дело у нас складывается образуется огромное просто багажное отделение до шумоизоляции здесь нет практически практически нет абсолютно никакой давайте посмотрим салон в данный момент с машину заведу что грелась подписчик перевел деньги продавцу деньги поступили ключи у меня документы на автомобиль у меня машина у меня сейчас я погоню в транспортную компанию ну и возможно возможно этот автомобиль придется еще и обслужить сейчас посмотрим что у нас будет по очереди второй ряд сидений ездить пассажирам здесь ну честно ребят довольно довольно неудобно зато очень удобно спать поехать куда-нибудь куда-нибудь на рыбалочку вот такие вот здесь коврики лежат нештатные по месту здесь говорю сел честно но мне неудобно все у нас на веслах на крутил очках у как как новенькая вот такие вот защелки вот что тут еще в принципе по задней части по задней части больше интересного ничего нет по передней части что у нас спинка кстати откидываются нас не всех не мы привыкли она у нас слева до рычажок а здесь у нас идет идет посерединке вот такая вот такая вот полочка есть какие-то бумаги тогда может положить водитель в принципе и пассажир как видите капот здесь есть двигателя там нет да как ни странно двигатель находится у нас под сиденьем я думаю все это знают омывайка система безопасности зеркала здесь не складываются ай-стоп корректор фар автосвет анти-юз очень полезная штука система безопасности отключается руль идет обычный пластиковый здесь установлен автомат кондиционер кондиционер еще раз повторяю есть во всех японских автомобилях печка здесь вот такой вот рычажное переключение холодный горячий бардачок подстаканник спереди идут электрические электрические стеклоподъемники 4 воды включаются с кнопки магнитола стоит обычная простая можно поставить в 1 скую магнитола чтобы установить камеру заднего вида вот эти места как правило здесь протираются вплоть до металла принципе в принципе водителю сидеть удобно единственно что мне не хватает здесь регулировки руля да вот не по наклону не по вылета но так в принципе нормально вы конечно же то что нет подлокотника вот нормально именно по месту что водителю что пассажиру стоимость данного автомобиля так стоил он 585 тысяч скидку сделали скидку сделали 5000 рублей автомобиля пригнал в транспортную компанию сейчас будем делать договор на данный автомобиль будем делать опись напоминаю то что составляется договор в договоре будут все мои данные будут данные транспортной компании и будут данные получателя единственное что в опись потом мы допишем вложения потому что хотели обслужить автомобиль так как ближайший сервис они все заняты мы просто договорились то что докупим масла фильтра расходники все это упакую все это положим в автомобиль мы подписчик уже поменяет масло у себя в городе в принципе сложно в этом абсолютно ничего нет кстати ребят я уже об этом говорил я работаю официально и я плачу налоги с тех денег которые которые вы мне переводите за мои услуги и в ближайшее время вот сейчас идет как раз процесс да мы думаем как все это грамотно как это правильно все сделать откроется новая новая востребованная услуга пока я не буду говорить что это за услуга да но обязательно подписывайтесь на канал и всегда будете в курсе всегда будете в курсе актуальных цен на правый руль ну и конечно же про новые про новые наши услуги от дождь у нас то идет то не идет но машины в таком состоянии конечно конечно же смотреть невозможно машины все грязные дождь периодически то как ливанет как из ведра то вот успокоиться там на 5 на 10 минут собственно что я хотел сказать когда у меня идет сопровождение сделки когда я выкупаю автомобиль когда я доставляю автомобиль в транспортную компанию вы можете этим воспользоваться я могу вам совершенно бесплатно докупить все расходники масла фильтра запчасти ту же самую резину в принципе в принципе все что угодно поедем купим упакуем сложим автомобиль и все это все что лежит у вас в автомобиле будет внесено в опись которая составляется в транспортной компании масла я довез все упаковал автомобиль в ливорк сам бар стоит еще на стоянке как видите автомобиль я сегодня пригнал транспортную компанию сегодня его уже загрузили на автовоз и сегодня завтра автомобиль уедет то есть сейчас ожидания по 3 по 4 недели там по полтора месяца такого ожидания нет такое конечно редко случается да то что день в день автомобиль пригоняешь транспортную компанию он в этот же день уже грузится но поверьте ожидание сейчас ожидание сейчас идет минимальная машину загрузили закрепили сделали фотографии отправили все заказчику заказчик оплатил вот данный момент сегодня уедет три автовоза так мы сегодня ребят будем заканчивать не забываем подписаться на канал не забываем прокомментировать поставить лайк ну дизлайк тоже можно поставить всем хорошего настроения